добрый день я запишу краткую простую инструкцию как работать с workbench то есть загрузкой данных специфай из таблицы csv не по одной в форму ввода данных как мы это делаем через data entry а через workbench через таблицы для этого нам нужно сначала подготовить таблицу у меня вот здесь было был шаблон который я вот сейчас открою с помощью library office и это у нас текстовый файл формат csv в шаблон я заранее создала этот шаблон для импорта в специфай поскольку на основе моего опыта предыдущего картирования нужно было создать такие названия полей чтобы они хорошо за квартиру автоматически картировались к полям специфай на самом деле сейчас уже тут вот устарела и нужно будет еще раз провести вы увидите что автоматической привязки сейчас вот с этим названием полей во многом вам не получится во многих случаях не получится поля которые вы хотите импортировать нужно заранее обдумать обсудить с конструкцией со структурой самой базы специфай но большинство случаев когда это стандартная коллекция пербарная или грибов то все поля эти у нас базе уже есть то есть это обычная этикеточная информация что важно учесть это поля которые относятся один таблицы которые относятся один ко многим то есть у нас есть таблица истории определений например когда один образец определяется последовательно несколькими людьми несколькими специалистами эту информацию тоже важно импортировать вместе вот это вот четыре поля фамилия имя дата и примечание к определению они все имеют цифру 1 потому что это первый кто вот в истории пришел он вот это сделал у меня здесь второго нету но вот давайте но они не буду создавать но представьте что был и второй человек кто через год в двадцать первом году пришел и определил переопределил часть образцов или все эти образцы и в этом случае нужно создать еще вот здесь такие же четыре поля и все их заполнить важно вот здесь чтобы сохранялась последовательность заполнения всех этих полей то есть если вы добавили первый кто определил фамилию имя дату и ремарки то также должно быть заполнено и во втором тоже все четыре поля то есть нельзя так что к первому вы дополнили все четыре а ко второму решили дополнить только дату определения так работать не будет эта таблица должна заполняться целиком ну то есть если нет информации то вы оставляете эти просто ячейки пустыми но поля должны присутствовать все четыре так ну и то же самое естественно вид то есть тот кто определил я неправильно выделила вот здесь вот должно быть вот досюда выделение то есть все эти определения они относятся к какому-то таксону то есть genus species они тоже будут иметь индексы 2 и специфай принимает несколько 5 или больше таким образом последовательных историй определений то же самое относится у нас и к еще к чему один ко многим соотношение также идет вот коллекторы их может быть тоже несколько но в данном случае это они дату не имеют а просто их несколько поэтому мы записываем коллектор 1 фамилия коллектор 1 имя дальше коллектор 2 фамилия коллектор 2 имя коллектор 3 фамилия коллектор 3 имя и вот здесь еще раз это соотношение это значит явление повторяется в препараты у нас к одному образцу могут быть разные препараты и мы вот в таком случае пишем тип препарата 1 и его число и число количество количество в штуках да потом тип препарата 2 и его количество в штуках тип препарата 3 и его количество штук в штуках я точно не знаю какие еще вот таким образом один ко многим работают таблицы на импорт через workbench но вот три самых классических варианта они всегда пригождаются потому что или два вот этих вот обязательно пригождаются потому что мы понимаем что несколько коллекторов у нас есть и чаще всего историю определения она тоже накапливается вот все что хотела сказать про именно шаблон ну конечно вот стандарт данных он тоже сохраняется стандарт формат даты год месяц день на самом деле по моему специфай принимает сейчас разные форматы тоже можно еще поиграть посмотреть до координата вот в таком формате все поля где у нас стандартный ввод идет они конечно должны совпадать с тем что у вас раньше базе данных использовалось иначе вы получите новые значения но вот это но с друг с другой стороны если сделали ошибку то ничего страшного потому что при импорте через workbench это все отразится там есть валидация импорта и это будет видно сейчас как мы это увидим для того чтобы начать мы открываем workbench кто-то уже имеет историю загрузок предыдущих вот у меня я только что загружал тот же самый собственный набор и вот он отражается в виде истории я могу его и удалить чтобы мне не мешал но пока что здесь отразился но кто-то кто начинает с нуля это будет здесь ничего не будет будет одна только опция создать новый мы создаем новый импорт прошу прощения выбрать файл все-таки там нужно было выбрать файл и мы выбираем тот самый файл который я вам только что показывала просто его перетаскиваем сюда вот он и нас загрузился здесь он просто показывает как он прочитал эту таблицу что он правильно разобрался с разделителями полей и значений все хорошо мы согласны с кодировками он хорошо у нас справился в данном случае тут не было кириллиц поэтому не с чем было справляться и все хорошо мы нажимаем импорт файл здесь дальше он спрашивает что для вот этого импортируемого файла не было создано картирование а план то что upload план называется и мы его должны создать я не знаю в каких случаях она была создать бывает созданного для того для тех которые в архиве нас лежали здесь он новый мы создали вот только что и мы создаем картирование create и дальше нам нужно вызвать с какой таблицы мы хотим начать картирование большинстве случаев если мы загружаем объекты коллекции то это будет через таблицу collection object это самая основная таблица где все поля начинаются но если например мы хотим импортировать только таксономию таксономическое дерево какую-то или группу какую-то обновить в таксономическом дереве то мы начнем тогда с импорта с таблицы таксонами почему то здесь она не по порядку поэтому вот таксон а ну да потому что сереньким помечены дополнительные таблицы вот он show advanced tables мы можем их убрать и вот тогда начать импорт с таксона то же самое может быть нужно загрузить отдельные отдельные персоналии много сразу людей новых нужно базу ввести и мы можем загрузить через workbench выбрав таблицу agent вот такие кусочки информации но сейчас мы начинаем вот обычных данных об образцах что при оцифровке чаще всего нам нужно и поэтому вот таким образом идем вот в верхней части это у нас структура нашей базы данных отражается наши основные таблицы и потом выпадающие поля вот здесь будут лесенкой появляться каждой таблицы а вот в нижней части это как привязаны наши поля в нашем шаблоне вот вот это вот колонка вот эта первая это то как они у нас были наши поля в нашем шаблоне а вот здесь появляются то как они вот отсюда начиная то как они привязываются вот к этой структуре база данных таким образом мы смотрим номер каталога привязался автоматически. Вот здесь, вот это уже частично автоматически, но красным помечено то, что не привязывается. Номер каталога в нашем шаблоне привязался в базе данных, это был cat number. Если мы хотим посмотреть, что это такое, то мы по нему щелкнем, и вот здесь вот загорается, что это в таблице объект коллекции у нас было поле номер каталога, и мы знаем, нужно, конечно, понимать, как устроена структура вашей базы данных, поэтому импорт должен делать, наверное, такой уже опытный человек, кто знает структуру базы данных здесь, но либо делать название столбцов настолько хорошо, качественно, чтобы они автоматически привязывались. В данном случае номер каталога привязался к нужному, номер каталога шаблона привязался к нужному полю в базе, все хорошо. А вот следующее, красным особенно ярко помечено, что не привязался вообще почему-то, я подумаю еще, и нужно в шаблоне правильно переименовать это поле, но мы понимаем, что это у нас род и вид. Причем искать нужно их не в таблице таксономии, а в таблице определения, потому что именно род и вид идет у нас через таблицу определений. Открываем эту таблицу, видим что-то странное. Номер один и еще что-то от. А вот тут потому, что вот номер два появился, да? И это вот как раз то, о чем я говорила, то есть множественные отношения один ко многим. В данном случае это у нас род один и вид один, и мы должны выбрать один, а не два. Выбрали один, и дальше уже можем выбрать таксон, и интересующий нас таксон название его. Через название мы и не гуи, не народное название, а мы ввели именно латинское название. Выбираем его, щелкаем два раза, и почему-то оно нас привязано. А, нажимаем map, потому что я вот здесь пошла, таким способом нужно было нажать конечную кнопочку map. Все, теперь мы видим, что вот было красным все это и не привязано, а здесь теперь появилось. То есть мы привязали к таблице determinations, первое определение, итерация определения, потом выбрали таксон таблицу, в нем род и в нем название, в ней род и в ней название. То есть это все вложенные таблицы, поля и таблицы. Второй, сделаем немножечко по-другому, привяжем его вот здесь, вид, значит, то же самое, выбираем таблицу сначала determinations, потом первое определение, потом теперь нам нужно, а также таксон, дальше теперь нам нужно уже вид и также его название. Вот параллельно здесь открывалось, но в данном случае нам не нужно было нажимать кнопку map, потому что мы здесь работали. Это два альтернативных, просто таких способа заполнения. Дальше, фамилия властной, определившего первое, сделавшего первое определение. Здесь у нас все заполнилось хорошо, автоматически привязалось. Здесь тоже все заполнилось хорошо, автоматически. Дата первого определения, все хорошо, отлично. А вот примечания к первому определению опять не заполнились, и мы их сейчас быстро заполняем. Почему они не заполнились, не знаю точно. Но вот, скорее всего, речь идет о том, чтобы правильно называть, вот теперь также нужно назвать название, название столбцов в нашем шаблоне. Вот здесь, видите, должно было быть вот так названо, а здесь вообще сейчас комбинация получилась русского, кириллицы и рода. Немножечко сейчас у нас из-за локализации, из-за того, что мы пытаемся перейти на русскую локализацию, и поэтому часть системы так получилась, получается то на английском, то на кириллице. Но это временный такой недостаток. Постепенно мы от этого уйдем, поправим все. Следующая. Дата внесения в каталог есть. Фамилия и имя, внесшего в каталог есть. Дата коллекции, сбора коллекции, интересно, важный, важный параметр, но почему-то не закартировался. Нам нужно его обязательно. У нас это поле, оно у нас в таблице коллекции ивент, сбор, события сбора. И здесь у нас идет, оно называется старт дейт. Ну, такое название выбрано, потому что даже, может быть, еще и энд дейт, если описывается период. Вот здесь мы его привязали. То есть вот в выборе вот этих полей и в каких они таблицах находятся, и как правильно их выбрать, не перепутать. Это важный такой ответственный шаг, и поэтому новичкам его не стоит этим заниматься. Лучше делать тому, кто опытный, уже с базы работает. И, соответственно, если вы закартировали не в то поле, то ни с того ни с сего в новом поле у вас начнут появляться ваши данные. А в том поле, в котором вам нужно было, их не будет. И так можно напутать. Конечно, ничего такого страшного сильно не произойдет, но все-таки это будет нехорошая потеря информации, дублирование ее в разных полях, это не очень хорошо. Следующая широта, долгота, метод определения широты-долготы. Все хорошо привязалось, да, там хорошо, а вот неточность не привязалась. Идем. Здесь довольно долгий путь через события сбора, затем локалитет, затем особенности геопривязки локалитета, добавить еще первое, как бы, особенности. Вот здесь она только у нас появляется, максимальная неточность. То же самое, единицы максимальной неточности. Локалитет. Детали, первая деталь и единицы максимальной неточности. Растительность хорошо привязалась, субстрат хорошо. Примечание к субстрату это у нас в грибных коллекциях, это у нас такое поле текстовое для описания субстрата, более развернутое, потому что субстрат это важно для грибов. Находится оно у нас в событии сбора. Вот пример интересный. В шаблоне было названо субстрат ремаркс и совершенно идентично названо поле в самой структуре базы данных, но не привязалось автоматически. Я уже это обращала внимание. В одних случаях привязывается, хорошо, в других нет. Еще пока не поняла, почему не спрашивала у команды спецфай. Возможно, какой-то такой нерешаемая проблемка. Но ничего страшного. Все на этом. Все нужно просматривать обязательно, чтобы было все привязано правильно. И в нашем случае у нас все остальное привязалось правильно. Еще одна важная вещь, я ее пропустила, и нужно к ней вернуться. Когда я показывала множественные отношения один ко многим и необходимость заполнять все, и если вы начали добавлять вторую историю определений, то необходимость заполнять все вот эти поля, то же самое относится к, вернее, не совсем так, но к заполнению имени и фамилии. То есть, если вы если вы в одном шаблоне в одном случае внесли фамилию и имя, а в другом случае вдруг решили не вносить фамилию, спецфай воспримет это, что вот это один человек, одно лицо, а вот это второе. То есть кто-то без имени. И это создаст два лица, потому что они как бы должны быть синхронизированы. И это создаст два лица, и так можно очень много насоздавать новых и новых лиц. Поэтому либо заполняем все одинаково, либо на самом деле можно упростить нам вот, убрав вообще имя. Ну и соответственно общество, то есть убрав все, кроме фамилии. Это будет работать, конечно, если у вас нет однофамильцев в базе данных. И тогда вы просто упрощаете себе ввод дополнительных колонок. Но нельзя это делать через раз. Где-то ввели, а где-то не ввели. Синхронизация важна. Возвращаемся к нашему картированию. После того, как мы все закартировали, мы можем сохранить. И вообще на всех этапах импортирования данных через Workbench можно сохранять и возвращаться к этому позже. То есть если вы не доделали картирование, сохраните его. И потом можно открыть его заново, это картирование. И вот через эту кнопку Data Mapper. Видите, мы вернулись опять к картированию. И может быть мы что-то неправильно закартировали или не успели, мы еще раз это закартируем. Опять сохраняем. Но у нас здесь нечего сохранять. После этого мы нажимаем кнопку Validate. Эта кнопка нам помогает оценить ошибки в валидации наших в... Так, сейчас немножечко. Вот так. Нам нужно было остаться в табличном виде, поэтому я тут рано нажала кнопку Validate и нажму ее еще раз. Валидация началась. Нас предупреждают, что уходить с этой стадии не нужно. Если таблица очень большая, то будет сколько-то времени это займет. Сейчас она у нас пришла. Дальше здесь Specify этого последней версии изобрел замечательные инструменты помощи в верификации в наших импортируемых данных. Нужно понимать, что импорт через Workbench вообще составляет опасность некую для базы данных, потому что можно таким образом оптом загрузить туда неверно что-то. И потом соответственно удаление займет большое время и силы, чистка этих данных займет большое время и силы. Поэтому на валидацию очень большое усилие и внимание уделяет Specify разным инструментам валидации. То есть мы, оставаясь еще не на стадии того, как мы не ввели эти данные до еще ввода данных в базу, мы уже видим, как они у нас ведут себя в нашей базе. То есть как вот это поле отражается в нашей базе. И на этом этапе мы можем все поправить. Эти поля все редактируемые, они могут там, тут есть элементы работы в Excel заполнить вниз, заполнить вверх, там убрать целые строки, убрать целые столбцы. То есть это такой почти так же, как мы работаем в Excel, конечно, намного меньше инструментов, но уже в наложении всего, всех данных на нашу базу данных. Давайте теперь именно конкретно. например, мы ввели вот эти вот каталожные номера, но красным подсвечена какая-то ошибка. Подводим сюда и смотрим, что он нам сообщает. Он пишет, что номер 2 в моей коллекции уже был. То есть он подсказывает, что если мы сейчас введем опять номер, то он на самом деле даже не даст сохранить это, потому что здесь довольно строго. Он не даст сохранить вообще весь набор, пока мы эту ошибку не поправим. В данном случае я знаю, что у меня нет пятого набора, я поправлю ее, пятого номера, я поправлю ее на пятый и вот у нас ошибка ушла. Мы можем нажать Save, можем нажать еще раз Validate и посмотрим, что она у нас действительно ушла. Больше здесь этой красной ошибки нет. Еще другой тип ошибки. Дальше двигаемся, дальше, к следующей ошибке. Видим, а, да, кстати, вот здесь вот есть панелька внизу, в правом нижнем углу. она нам дает подсказки и подсказки эти у нас по количеству допущенных ошибок. Вот фиолетовым показаны новые ячейки, новые, но новые значения. Но в каких-то случаях это нормально новые значения, то есть новые координаты, новые даты, это все отлично, это так и должно быть. Но, например, если у вас появился новый коллектор по тем же фамилиям и именем, то, скорее всего, там ошибка, то есть будет дублирование агента. Либо если у вас появился новый таксон, то тоже вопрос, либо это может быть ошибка в написании таксона, ну вот, например, давайте вот так сделаем, сохраним. И если у вас появился новый таксон, то тоже повод пересмотреть вашу таблицу и таксономическое дерево и посмотреть, почему там этого таксона нету. То же самое с агентами, то есть если какие-то новые люди вы действительно хотите вести, то это хорошо, но чаще всего мы вводим уже на готовую структуру базы данных старых агентов и редко, ну и на этой стадии они уже не новые являются, не новыми. Ну вот наши примеры, значит, появился новый таксон, родофомос, род был уже, аутфит, розеус, новый. он нам показывает как новый, мы смотрим сюда, а это не новый, это мы на самом деле сделали ошибку в нем, убираем, и он дальше у нас больше показываться новым не будет. Ну, это я сейчас сама смоделировала такую ошибку, а вот этой ошибке у нас другая, это у нас тоже красным показывает, но причем это уже не новый, это уже ошибка. И что он нам говорит? Он нам говорит, что этот таксон уже дубли, этот таксон присутствует в базе данных два раза, то есть дублирование произошло с террелем херзутом два раза, и это создает такую проблему, что когда мы импортируем данные, у нас будет, специфай не будет знать, к какому из них, из этих двух привязаться, он нам либо выдаст предложение привязаться к первому, или к второму в ходе импорта, но в любом случае это уже ситуация ошибочная, то есть такого не может быть, чтобы с разными. Это может быть при, в том случае, когда разные авторы, такие таксоны редко, но встречаются, ну или просто уже дублирование произошло, и нам нужно поправить в дереве. В данном случае, скорее всего, это вот эта ситуация. Я перехожу в дерево, ищу здесь род стереум, вижу, что на самом деле стереум у нас один, это хорошо, и видимо, в одном и том же роде два вида получилось, да, действительно, вот херзутум с ноль образцов и херзутум с семь образцов. Где-то произошло дублирование, и я просто их сливаю, то есть раз ноль образцов, то нам это ничем не грозит, мы просто объединяем, и у нас теперь останется только один, да, вот он остался только один, и еще раз сохраняем, и еще раз нажимаем кнопку validate, и посмотрим, что у нас будет. Все, эта ошибка ушла, то есть мы убрали вот этот прецедент для вот этой ошибки. Дальше мы можем вот здесь листать, но вот серьезные ошибки, которые помечаются в красном, у нас ушли, поэтому мы между ними уже листать не можем, а вот 36 ошибок с новыми названиями, они у нас висят, и мы можем между ними перемещаться. Вы видите, с синенькой рамочкой ячейка помечается, ему можно вот так вот двигаться. Между новыми особо смысла нет двигаться, а вот когда красным показаны ячейки, то мы между ними двигаясь проверяем все наши ошибочные варианты. В некоторых случаях я тут не совсем понимаю, почему он подсвечивает новые, это просто циферки, сухой образец, одна штука, но, наверное, это не совсем я понимаю, просто нужно еще почитать документацию. Все, когда мы убрали все основные ошибки и проверили, согласились, что ничего страшного, что мы создадим новые записи вот в этих фиолетовых полях, да, это не страшно, мы создаем, вот тип растительности, конечно, не страшно, потому что это у нас поле не выпадающий список, это у нас поле, поле это у нас описательное, а вот почему на самом деле сабстрейт у нас, вот здесь у нас есть выпадающий список, мы его выбираем, но почему-то он все равно показывает новый, это какая-то, наверное, наверное, какая-то ошибочка, попробуем еще раз, нет, вот он даже не сохраняет, пока не знаю, как с этим справиться, но это не критично, хотя важно подумать про это, поле примечания к сабстратам всегда будет, в большую часть будет всегда новым, потому что это тоже свободное поле, мы сюда добавляем различные варианты какого-то описания, вот хорошо, что у нас важно, важно не высветились новыми, географические единицы, это тоже одно из правил импорта через WorldBench, сначала создать все географические единицы в дереве, создать всех агентов, в дереве агент, в таблице Agents, ну и, конечно, проверить таксоны, то есть если они тоже были не созданы или есть какое-то дублирование, то лучше сначала выправить там, а потом уже делать, собственно, импортирование всей остальной информации, то есть привязывать ее уже к тому, что там было сделано. Если мы это сделали, можем нажать еще раз Validate и после этого нажимаем кнопку Upload. Здесь он еще раз спрашивает, действительно ли мы хотим сделать импорт, и он у нас произошел. Пишет, что без ошибок произошел. Ну вот и все, собственно, мы можем теперь проверить, мы можем зайти в базу и посмотреть наш образец, трехаптом, фусковиориациум, который мы только что ввели, вот эти поля, которые мы вводили, помните, да, вот и субстрат у нас был, примечание к субстрату, дата, коллектор, дата коллектирования, все то, что мы только что вводили через Workbench. Конечно, это очень упрощенный вариант работы с Workbench, но почему-то он у меня пропал. Но это самые азы. Очень много, часто появляется разных ошибочек на этих этапах импорта данных, но тут, конечно, нужно с ними индивидуально разбираться и вместе нам их решать. Будем какие-то стараться случаи побороть. На этом все. Спасибо. 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 Спасибо.